Отлично. Плюсики понеслись. Хорошо. Я думаю, что вы уже немножко устали, наслушались про технологии. Да, к сожалению, вы не сможете меня увидеть, потому что у меня нет веб-камеры. Придется вам меня послушать и посмотреть на фотографию на слайде, которая была до этого. Могу ее ненадолго вернуть. Мне нет смысла себя сегодня показывать, потому что все самое интересное будет на презентации, и я вам сейчас все расскажу. Мы сейчас поговорим не про технологии, мы сейчас поговорим про такую интересную вещь, как умение работать внезапно. Дело в том, что знание языков программирования, знание всяких фреймворков и всего остального не уберегает вас от проблем, связанных с тем, что в итоге вы не получите результат. И ваш заказчик не получит результат, все будут недовольны, заказчик потратит деньги, вы потратите время, а результата не будет. Потому что есть куча всяких причин для того, чтобы приложение не случилось. Вы можете прекрасно знать язык, вы можете прекрасно знать технологию, но, к сожалению, этого недостаточно. Поэтому сейчас я хотела бы рассказать вам о нашем опыте создания приложений. Этот опыт не только наш какой-то собственный, какая-то разработка. Все это основано на практиках, которые используются во всем мире. И я вам сейчас немножечко расскажу о них. Конечно, вы не сможете после этого вебинара все сразу применять, но, по крайней мере, вы узнаете название, вы сможете об этом погуглить, почитать. И, конечно, я в конце отдам свои контакты, вы сможете, если хотите, задать вопросы. Кроме того, у меня есть статья на хабре, где это все более подробно расписано. Ну и, в общем-то, куча всяких видео, презентаций в сети и так далее, где можно познакомиться с этими техниками. Также я сошлюсь на тех, кто эти техники разрабатывает. Немножечко про себя. С шестого класса это уже давно на самом деле. Занимаюсь и преподаванием, и разработкой программного обеспечения. То есть, с недавнего времени у меня есть своя собственная компания, теперь даже две. Одна из них занимается заказной разработкой, где мы сами всем руководим, а вторая является выделенным центром разработки другой компании, которая находится в Америке. Также мы активно проводим конференции, организуем, сами на них выступаем и приглашаем других желающих. Итак, что такое заказная разработка? Часто ее называют аутсорсингом, иногда даже это аутстаффинг. Разница в том, что аутсорсинг – это когда вам отдают весь результат сделать самостоятельно в вашей компании. Аутстаффинг – это когда заказчик просто нанимает людей и сам ими командует. То есть, менеджеров с вашей стороны не будет. Просто вы предоставляете людей. Поэтому в классическом аутсорсинге чаще всего продают часы. И это некоторая проблема. То есть, вот у вас есть несколько человечков, продали часы, заработали деньги. Чтобы заработать больше, нужно нанять побольше людей и заработать побольше денег. И так далее. Но люди все разные. У них разный уровень. И иногда у вас появляется мегазвезда, которая, например, работает быстрее остальных. Для заказчика это вроде как интересно. Довольно сложно, имея очень хороших разработчиков, больше зарабатывать. Поэтому для таких людей гораздо более выгодна ситуация, когда берется небольшой фиксит прайс проект, и эти люди его делают. Ну, то есть, вот есть две модели. Либо можно долго-долго сидеть и зарабатывать деньги на часах, либо делать коротенькие проекты, предоставляя заказчику результат с помощью очень классных разработчиков. Но в чем проблема? Если вы хотите работать на проектах с фиксированной ценой, а таких проектов очень много, заказчик очень сильно любит знать, сколько денег он потратит. То есть, если ему сказать, вы знаете, мы будем разрабатывать несколько месяцев, а может быть 5, может быть 8, и вы нам будете платить за количество потраченных часов, а результат вам никто не гарантирует, заказчики такие вещи не любят. Поэтому они предпочитают сразу фиксировать цену. Если же вы фиксируете цену, вам очень сложно сделать так, чтобы вы за тот срок, который вы с заказчиком оговорили, гарантированно дали ему результат. Это действительно достаточно сложная задача. То есть, если мы рассматриваем классическую модель водопада, когда у нас все идет по линейке, то есть мы сначала собираем требования, потом мы делаем дизайн и архитектуру, потом мы все это кодим, потом мы фиксируем, фиксируем, фиксируем баги, и потом в итоге у нас наступает дедлайн. То часто получается так, что команда в итоге вязнет на этапе фикса багов, на этапе переделок бесконечных по модели. Ой, мне не нравится, давайте вот это пофиксим, ой, я тут понял, что нужно еще вот такую штучку прикрутить, давайте еще вот это сделаем, и так до бесконечности. С этим сталкиваются и дизайнеры, и разработчики постоянно, и очень сложно заказчика остановить. Потому что прописать все в требованиях невозможно. Вы обязательно забудете какие-то мелочи, а потом заказчик вам скажет, я это имел в виду, как же вы это не поняли. Значит, что обычно с этим делают? Обычно делят на итерации. То есть мы можем взять, поделить на какие-то более короткие итерации, для того, чтобы на каждый из них устроить маленький водопадик. И поскольку у нас этот водопадик короткий, буквально там неделя, максимум две, мы можем этим сроком как-то управлять. Второй вариант – то, что любят менеджеры часто. Берут, просто умножают оценку по времени, которую дают разработчики на пи, чтобы уже гарантированно уложиться. Или придумывают всякие способы, как оценить. То есть рисуют разнообразные графики, пытаются здесь какую-то статистику применить, вероятностные методы для того, чтобы оценить возможные риски и сроки. То есть так или иначе, все пытаются все-таки выдать заказчику точный срок, но на основе тех требований, которые выдвинул заказчик. То есть по умолчанию предполагается, что мы абсолютно все фиксируем, то, что просит заказчик, и пытаемся оценить, сколько же времени мы будем это делать. И надо признать, что очень редко кому удается действительно оценить все точно. Очень редки ситуации, когда действительно попадаем день в день, час в час. Это практически нереально. Поэтому следующие всякие вещи – это скрам, аджайл и прочие штуки, которые позволяют работать с требованиями гибче. То есть мы отказываемся от технических заданий, точнее не мы, а адепты agile, адепты скрама. То есть мы отказываемся от технических заданий, делают гибкую работу с требованиями, разбивают все на итерации, которые называются спринты. На спринты берутся для разработки частично фичи, которые называются пользовательскими историями. Называются они так потому, что они пишутся с точки зрения пользователя. Классический пример. Я как пользователь хочу положить товар в корзину, если мы говорим об интернет-магазине, например. Или я как пользователь хочу оплатить свой заказ и получить его. Что-нибудь в таком духе. И на каждую неделю или на каждые две недели, в зависимости от длины итерации, набирается определенный набор вот этих историй. В конце итерации демонстрируется все заказчику. Заказчик выдает свою обратную связь. То есть вот эти зеленые стрелочки, которые тут нарисованы, это цикл обратной связи. Соответственно, мы получаем обратную связь от заказчика. И на следующую итерацию мы планируем немножко по-другому. Так, меня сейчас слышно, что пишут, что звук пропал. Ага, видимо, это не у меня, это у кого-то локально. Угу. Хорошо. Значит, таким образом мы избегаем некоторой проблемы, потому что мы не фиксируем все требования сразу. Мы открыты к тому, чтобы заказчик приносил какие-то новые идеи, потому что мы каждую неделю можем что-то менять, привносить что-то новое. Но есть одна проблема. Всегда заказчик задает вопрос, а сколько итераций потребуется до конца проекта? И вот на этот вопрос почти никогда скрам-команда ответить не может. То есть начинает говорить что-то вроде «Ну да, вот мы сейчас начнем, давайте мы посмотрим, какой у нас будет прогресс, мы померяем нашу скорость, мы вам сможем как-то через 2-3 итерации сказать, что к чему, когда мы сможем закончить и так далее». Но, к сожалению, заказчика такие ответы не устраивают. Чаще всего он хочет конкретную дату, когда все будет готово, и очень хочет понимать, что именно будет готово. То есть полностью, конечно, эта задача полностью в таком детерминированном виде не решается, то есть если мы собираемся зафиксировать одновременно срок, стоимость и скоп, так называемый, то есть весь набор требований, которые мы хотим реализовать, то все три параметра одновременно не фиксируются. Вопрос – какой же параметр мы не будем фиксировать? В классической ситуации, когда разработчики вместе с заказчиком пытаются друг друга обмануть, точнее они обманывают себя в первую очередь, и все-таки пытаются назначить срок, стоимость и скоп, в итоге получается так, что вылетаем за срок, вылетаем за бюджет, либо заказчик в итоге отказывается платить, либо заказчик достаточно лояльен, он говорит, ну хорошо, ладно, давайте отложим релиз на месяц-два, далее по тексту. То есть там как повезет. Сильно зависит от лояльности заказчика, от того, насколько у вас доверительные отношения с ним установились, в общем, есть разные интересные, связанные с этим проблемы. Мы попробовали использовать скрам, но вот в чистом классическом виде он у нас не полетел. То есть мы пробовали практически все практики, которые скрам предлагает, но поняли, что некоторые из них становятся ритуальными. Для тех, кто не знает, что такое культ карга, погуглите, я сейчас не хотела бы на этом просто останавливаться, то есть это достаточно известная штука. Здесь комментируют, что четвертое качество упало, три зафиксировали, качество упало. Тут дело не в качестве, дело в том, что если вы просто не успеваете реализовать функциональность, то в принципе неважно, какого она могла бы быть качества, просто отсутствуют сами функции. То, что нужно погуглить, называется культ карга. Скрам, соответственно, вы тоже можете погуглить. Слово здесь есть. То есть скрам – это подход гибкой разработки, который позволяет вам при помощи коротких итераций выпускать продукт. При этом там очень много всяких действий, типа ежедневных митингов, когда вся команда собирается, еженедельных демонстраций результата заказчику, ретроспектива, то есть это разбор полетов по окончании итерации. Также, в общем, там измеряется постоянно скорость работы команды. Мы меряем задачки, которые мы собираемся делать в каких-нибудь абстрактных попугаях, которые называются story point. Но чаще всего люди меряют все в часах, как обычно. Короче говоря, со скрамом очень много проблем. Например, если мы начали делать задачу и не успели, то что нам делать? Что мы в итоге для себя вынесли? Да, вот забыла про этот слайд, прошу прощения. То есть вот daily stand-up – это как раз тот самый ежедневный митинг, на который вся толпа приходит, и может опоздать кто-нибудь или не прийти. И начинается – половина команды пришла, половина не пришла. Очень сложно заставить людей ходить на daily stand-up каждый день, либо хотя бы созваниваться. То есть это разваливается буквально в течение месяца, вся эта практика. Но тем не менее, какие-то практики из скрам мы взяли. Вообще в agile принято составлять критерии приемки по каждой задаче, которая делается. То есть мы обязательно вместе с заказчиком прописываем, какие ожидания он видит здесь. То есть что он хочет получить, как будет выглядеть результат. Здесь идет вход в все, например, визуальные макеты. Это не обязательно какие-то прямо дизайн-макеты готовые. Это может быть на бумажке просто скетч, который нарисован карандашом буквально в переговорной комнате. Это может быть нарисованная на доске схема. Все что угодно, что позволяет всей команде понять, о чем идет речь. Соответственно, мы фиксируем некоторый набор требований в любом виде, в котором всем понятно. И с заказчиком уговариваем, как будет выглядеть результат. То есть прямо прописываются критерии. Если я нажимаю на эту кнопку, то я вижу, например, список товаров или что-то в этом духе. Если я захожу в личный кабинет, то я вижу там то-то, то-то. Когда всем участникам понятно, когда мы делаем демо, в общем-то вопросов нет. Да, действительно, мы сделали ровно то, о чем договаривались. Это первое и очень важное. Потому что если критерии приемки не прописать, бывают всякие странные сюрпризы. Ой, 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 что это у меня полетело? Какая-то непонятная презентация чужая. Я ее не нажимала. Все это видят? Или только я? Какой-то девопс. Оп, поскочил. Хорошо. Значит, хорошо, девопс закончился, поехали дальше. Значит, итак, критерии приемки очень важны, они снимают основной риск, когда заказчик говорит, это не то, что я хотел. Я знаю, что такое девопс, спасибо. Значит, еще очень важные вещи – это пленнинг-покер. Это такая практика, когда разработчики садятся и оценивают трудоемкость задачи. Каждая из них выдает свою оценку. Это, как правило, некое число, договариваться заранее, что это за единицы измерения. Возможно, это будут часы, возможно, это будут дни, возможно, это будут какие-то другие единицы измерения. Неважно. Чаще всего классический скрам требует, чтобы это была трудоемкость. Какая-то абстрактная. Но это довольно сложно. То есть проще всего мерить все-таки в часах. И идет обсуждение задачи, что в ней нужно сделать. И дальше разработчики голосуют. То есть сколько, по их мнению… Да, все еще слайд со скрамом, действительно. Сколько, по их мнению, времени займет эта задача. Дальше смотрится, если все оценки примерно равные, то мы можем продолжать всем понятно, что здесь нужно делать. Если же оценки сильно разнятся, например, есть человек, который дал оценку в 2 часа, и есть человек, который дал оценку в 16 часов, тогда это повод поговорить. То есть тот человек, который дал наимысшую оценку, и тот человек, который дал наинизшую оценку, они говорят свои аргументы. То есть почему они дали такие оценки. Вполне возможно, что тот человек, который сильно занизил трудоемкость, он чего-то не заметил в этой задаче, какой-то сложности, а тот человек, который завысил, он, возможно, что-то знает. Возможно, узнает какие-то инструменты, которые могут здесь помочь или еще что-то. Короче говоря, разговариваем до тех пор, пока оценки не будут одинаковыми. То есть это достаточно полезная практика, потому что зачастую в командах заказной разработки бывает так, что оценку дает один человек, а разрабатывает потом другой. Часто бывает, что оценку дает какой-нибудь архитектор или менеджер, а разрабатывает потом тот человек, который этой оценки не давал, он в эту оценку не укладывается и начинается конфликт. Поэтому вот эта штука, она позволяет всем договориться о том, какая у нас оценка. Также очень полезная вещь – это реперспектива. То есть это мы обязательно проводим вообще практически по любому поводу, хоть по поводу проведенной конференции, хоть чего угодно. То есть это очень важно – записать, какие были плюсы и минусы, и что мы планируем поменять в следующий раз. То есть без этого никуда, иначе мы не сможем никак двигаться вперед. Но по сути и все. На этом мы со скрамом закончили. Часто спрашивают, то есть мы вот… Я сейчас перейду к тем практикам, которые мы начали применять, но задают вопрос, почему нельзя просто вот расслабиться, получать удовольствие от процесса, там, получать деньги за часы, просто вот сидеть, писать и не мучиться. Но вот это совершенно не то, чем хочется заниматься в жизни. То есть хочется делать для людей удобно и красиво, полезно. Хочется, чтобы команда была спокойна, довольна, чтобы не было авралов, которые часто преследуют тех, кто пытается уложиться в жесткие дедлайны. То есть чтобы заказчик был доволен, рекомендовал нас других и так далее. То есть это то, чего хотелось добиться, собственно, ради чего мы начали все эти попытки как-то улучшить процесс и выйти из стандартной вот этой вот канители. К чему мы в итоге пришли? Этот процесс, FFF, его вообще пропагандируют, если я не ошибаюсь, изначально пропагандировала студия Лебедева. То есть здесь смысл такой, что мы фиксируем время разработки, фиксируем, сколько это будет стоить, но не фиксируем, что мы в итоге сделаем. Странно звучит, если говорить с заказчиком, но нам удается заказчику объяснить, о чем идет речь. Речь идет о том, что мы ему обещаем, что мы будем работать вот все это время с полной отдачей, вместе с ним вести продукт к успеху. Это отлично работает для стартапов. Такой подход не годится для каких-то тяжелых энтерпрайз-проектов, где, например, требования прописаны в гости в каком-нибудь, или еще что-нибудь в таком духе. То есть там ничего выбросить нельзя, там действительно нужно сесть и все оценить. Но там чаще всего действует методом «перезаложимся в 5 раз». То есть там просто по-другому не получается. Если же мы хотим выпустить за очень короткий срок что-то нужное для пользователей, а именно минимально ценный продукт или MVP, как это называют в стартапах, то нам нужно сделать именно таким образом. Потому что в стартапах никто никогда не знает, что будет завтра. То есть там требования меняются с такой скоростью, что вы их просто не успеете записать, максимум отправить e-mail или написать в чате. Сроки разработки достаточно короткие. То есть месяц-два – это максимум, когда выпускается готовый продукт. Ну как готовый? Готовый он к тому, чтобы принять первых пользователей. Первыми пользователями, как правило, являются те, кого заказчик приглашает для того, чтобы они оценили и дали первую обратную связь. Это так называемые ранние пользователи или ранние последователи. Либо это какие-то друзья, знакомые, там что-то такое, какие-то люди, в общем, на которых изначально продукт обкатывается. Соответственно, что нам делать, если заказчик все-таки пытается впихнуть невпихуемое, то есть взять кучу-кучу всяких фич и попробовать вот это загнать в месяц разработки или в два месяца разработки, мы начинаем задавать ему всякие разные вопросы. Зачем та или иная фича ему нужна? Вот почему она именно в этот релиз должна войти? То есть у него должны быть достаточно четкие аргументы. Например, он может сказать, что если вот этой фичи не будет, то просто наши пользователи от нас уйдут, потому что они хотят именно эту фичу. Вот без этой фичи вообще весь продукт бессмысленен. Если это так, тогда, конечно, это должно войти в самый первый релиз. Если же заказчик почешет репу и скажет, нет, все-таки я решил, что, наверное, это нам сейчас не нужно, мы это откладываем на более поздний срок. То есть мы просто упорядочиваем все, что мы хотим сделать линейно. Самое важное ставим в начало, то, что наименее важно ставим в конец. Где-то мы отсекаем, говорим, что вот здесь вот два месяца закончатся, скорее всего, и двигаемся от наивысшего приоритета к наивысшему, просто вместе с заказчиком обсуждая каждый раз эти приоритеты. То есть если у нас вдруг выяснилось, что вышел конкурент на рынок, пока мы вот делали, а уже конкурент появился. Мы неоднократно бывали в такой ситуации, когда к нам приходил заказчик, говорил, давайте сделаем вот такой вот продукт, и пока мы разрабатывали буквально полтора-два месяца, три или четыре конкурента на рынке появлялись, а до этого их не было. Как только, естественно, появляется конкурент, надо что-то менять, смотрим, что есть у конкурента, либо мы что-то повторяем, либо отстраиваемся от конкурента каким-то образом. Но так или иначе все может очень сильно меняться. Поэтому этот список приоритетов, он не жесткий, мы можем его переупорядочивать вместе с заказчиком. Ну и, соответственно, вопрос, что будет, если мы это сделаем позже, это тоже важный вопрос. Иногда бывает ответ «ничего, ничего страшного, давайте это отложим на более поздний срок». Но, естественно, в течение двух месяцев мы должны сделать что-то, что представляет для клиентов некоторую ценность, то есть за что они уже, например, готовы платить деньги. Или хотя бы просто прийти, зарегистрироваться и начать пользоваться. Часто считают, что продажа – это исключительно за деньги, и что люди придут на ресурс, если он бесплатный, и просто так останутся. На самом деле нет. То есть продажа – это в том числе привлечение пользователей, даже если вы предлагаете им бесплатный продукт. Сейчас такое количество всяких сервисов, особенно в вебе, что люди совершенно не обязаны пользоваться именно вашим. То есть они придут и уйдут, если им не понравится. Конкурентов миллион. Поэтому продать – это значит в том числе и привлечь. Как мы оцениваем вообще саму идею? Дело в том, что со стартапами очень сложно угадать, что вообще будет успех у этого проекта. Хочется ведь делать что-то полезное, что-то интересное, то, что действительно будет нужно людям. Потому что часто заказчик приходит с какой-нибудь такой ерундой, что ты понимаешь, что это действительно нужно, может быть, ему и его соседу, и больше никому в мире. Поэтому мы просим наших заказчиков, как правило, оценить бизнес-модель. Они, конечно, далеко не всегда готовы на это пойти, но чаще всего, если заказчик не поворачивается и не уходит после этого дела, он говорит потом спасибо за то, что мы его заставили задуматься над разными вопросами. В частности, вот этот Canvas, если его заполнить грамотно, он дает ответ на всякие разные вопросы. Например, кто наши пользователи? Customer Signments. Какие у них сейчас есть проблемы? Это в левой части. Прямо вот текущие проблемы, которые мы планируем решить. Как они сейчас решают эти проблемы? То есть существующие альтернативы. Например, если мы говорим, скажем, о продукте Lotus Notes, который был выпущен давным-давно еще до Excel, там электронные таблицы какие-то были. По-моему, это были они, если я не путаю ничего. Раз, два, три, по-моему, назывался продукт. То есть альтернативой было что? Бумажный гроссбух, калькулятор и так далее. Вот они решили сделать электронную таблицу. То есть да, люди решали как-то эти проблемы. Но не факт, что они решали их хорошо. Дальше мы им предлагаем решение. То есть в идеале мы на каждую проблему предлагаем свое решение. Что именно мы людям даем? Дальше мы должны сформулировать так называемое уникальное торговое предложение. То есть это очень важный момент. Если заказчик не может одной фразой объяснить, что это такое, для кого и зачем он это делает, значит, у него продукта нет. Это очень важно. Большинство разработчиков относятся к тому, что они делают, как к проекту. Они говорят, мы делаем проект, а мы стараемся делать все-таки продукт. Это две большие разницы. Потому что у продукта всегда есть покупатели, у продукта есть стоимость, у продукта есть каналы доставки до потребителя и так далее. Соответственно, все вот эти вещи здесь должны быть прописаны. Ключевые метрики. То есть что мы будем мерить? Например, количество регистрации новых пользователей в месяц. Или количество созданных каких-то артефактов на ресурсе. Что-нибудь мы должны обязательно измерять и, соответственно, понимать, что если у нас какой-то показатель растет, это хорошо, если падает, это плохо или наоборот. Каналы продаж. Как мы своим пользователям собираемся рассказывать о ресурсе? Вот это слабое место большинства российских заказчиков. Если их спрашивать, каким образом они собираются привлекать пользователей, они чаще всего мычат что-нибудь вроде, ну, мы, конечно, настроим Яндекс.Директ, и вообще мы сделаем такой классный сайт, что они сами придут. Вот это, конечно, чушь. Сам никто никуда не приходит. То есть пользователей нужно привлекать. Существует огромное количество всяких инструментов, и хорошо бы заказчик их знал. Потому что проблема проваленного проекта, она не только проблема заказчика. У вас не будет ничего в портфолио. Именно по этой причине мы, как бы, влазим в бизнес-заказчика и пытаемся делать с ним вместе в сотрудничестве продукт. Линк-канвас – это стандартный... Это, ну, как бы, это не мой опыт обобщенный. Это мы взяли эту технику как готовую. Также очень важная вещь – это прописать стоимость затраты и откуда будут приходить деньги. То есть это очень важно. Сейчас очень многие считают, что можно сделать ресурс, на него придут пользователи, потом продавать рекламу. На самом деле это очень тяжело. Сейчас все пользователи сидят в социальных сетях, и сделать какой-то такой ресурс, куда они все придут, уйдя из социальных сетей – это очень сложно. То есть, ну, просто так за короткий срок с маленьким бюджетом такие вещи не делаются. То есть это должно быть что-то прям гениальное, чтобы оно выстрелило. Дальше мы начинаем с заказчиком разговаривать. Я к чему все это говорю? То есть все эти вещи позволяют нам как можно точнее оценить потребности пользователей и заказчика для того, чтобы взять вот в этот короткий двухмесячный релиз самое-самое важное. Заказчик далеко не всегда адекватно оценивает, что именно является важным. Он начинает называть такие вещи, которые ему кажутся важными, а пользователям на самом деле совершенно другие вещи нужны, и они ради других вещей готовы покупать продукт. Поэтому тоже одна из полезных техник – это импакт-маппинг. мы должны понять, какие у нас есть цели. Например, вот здесь разрисована онлайн-игра, которая хочет получить 1 миллион игроков к какому-то сроку. И здесь начинаются всякие персоны, которые так или иначе влияют на результат. Например, есть игроки, например, есть какие-то внутренние люди и есть рекламодатели. Дальше оценивается, каким образом они могут привлекать новых пользователей, в чем их заинтересованность, ради чего они будут делать это и так далее. И часто здесь на этом этапе вылезают всякие странные люди, которые могут воспрепятствовать успеху проекта. Например, если вы делаете автоматизацию в какой-нибудь компании, то у вас вполне может оказаться какая-нибудь баба маня в бухгалтерии, которая будет всему препятствовать. И если вам об этом не узнать вовремя и не понять, каков ее интерес, что она хочет и как ее нейтрализовать, то весь проект может провалиться просто по этой причине, потому что вы придете его внедрять, а она скажет нет. И все. И вы ничего не сможете сделать, но при этом виноваты будете, конечно, вы перед заказчиком, потому что внедрение не прошло. Поэтому всех заинтересованных лиц, которые могут как помочь проекту, так и помешать, нужно сразу же выявлять. Дальше начинается более близко к разработке вещь. Мы делаем story mapping, так называемый. Я с этими техниками познакомилась в 2011 году на конференции от компании Scrum Track. По-моему, она называлась Agile Camp, если я не ошибаюсь. Она проводится регулярно, раза два или три в год. Не знаю, как сейчас, но, скорее всего, да. Значит, в чем суть? Мы пытаемся выявить основные цели, которых должны достигать наши пользователи. Мы делим их на категории. Например, мы берем самую первую категорию пользователей, которая нам наиболее важна. К примеру, если мы делаем, не знаю, интернет-магазин тот же самый. Я просто сейчас на простых примерах рассказываю. У нас есть покупатель. Какие у покупателя цели? Покупатель хочет найти удобный товар. Здорово, если бы он мог сравнить его с другими по цене. Он хочет его отложить в корзину, купить и так далее. То есть это его цели, то, чего он хочет достигать. Дальше мы расписываем эти цели на какие-то несложные активности. И потом эти активности пытаемся превратить уже в пользовательские истории. То есть я как пользователь хочу зайти в каталог товаров и найти нужный, например. После этого все это можно делать на стикерах. То, что здесь нарисовано, это на самом деле стикеры бумажки. Мы неоднократно проводили эту сессию с заказчиком. Занимает буквально час-полтора-два максимум. Но понимание дает огромное всей команде. Желательно, чтобы здесь вся команда присутствовала. То есть бумажки хороши тем, что их можно легко сминать и выбрасывать. То есть не обязательно писать горы документов, в том числе электронных. Это все равно занимает большое количество времени. Здесь вы пишете на бумажках, лепите их, например, на доску или на ватман. Потом, если вам бумажка не понравилась, вы ее выбрасываете, пишите новую и так далее. То есть это делается достаточно быстро. Плюс наглядность процесса для всех участников. Можно рисовать на доске, конечно, но бумажка достаточно удобна. То есть мы налепляем бумажки с пользовательскими историями. Дальше под каждой пользовательской историей мы делаем бумажку, желательно пометить ее особым цветом, на которой написана минимальная возможная реализация. Иногда бывает, что для того, чтобы достигнуть какой-то цели, вообще не нужно программировать. То есть такие вещи случаются, что некоторых целей заказчик может достигнуть без программирования. Это прекрасно. То есть мы можем проверить какую-то гипотезу попроще. То есть мы можем, например, сделать пару телефонных звонков и таким образом узнать какую-то вещь, которая в программировании могла бы занять, например, две недели. Вообще здесь желательно стимулировать заказчика всячески, выяснять у пользователей, у реальных, чего же они хотят, а не ждать, пока выпустим сайт и потом у них спросим. Но это тема отдельная, конечно. В общем, мы делаем пользовательскую историю, как я ее описала. Я как пользователь хочу найти товар в каталоге, например. Делаем минимальную реализацию. Например, мы пишем, что у нас будет поиск только по названию, например. Что мы не замечаем опечатки, мы не можем делать гибкий поиск, мы не можем искать по цене, например, еще что-то. Только по точному совпадению названия. Например, это самая тупая минимальная реализация, которую мы можем сделать за час. Дальше под этой синей бумажкой, которая является минимальной реализацией, мы подписываем развитие темы. То есть как мы можем вообще это делать более детально. Здесь картинка чуть-чуть отличается от того, что я говорю, но в принципе, я говорю так, как делаем мы, здесь картинка более классическая. То есть таск – это у них тут юзер-стория, а тул – это как раз и реализация. Подписываем развитие этой темы. Например, делаем поиск с учетом, например, опечаток. Делаем поиск по ценам. Делаем поиск там еще какой-то. То есть подписываем развитие, все, что нам приходит в голову за 2 минуты буквально. Налепляем все эти бумажки в произвольном порядке. Это просто дальнейшее то, как эта фича может развиваться. Дальше, когда мы все фичи вот так вот рассмотрели, мы выделяем из этих минимальных реализаций, собственно, составляем наш продукт. То есть мы говорим, что вот если мы это сделаем вот в таком виде, пользователи самых ранних это устроят, так или иначе. Если непонятно, как это будет выглядеть, прямо здесь же берется листок, на листке рисуются эскизы интерфейса. То есть вот у нас будет форма, вот здесь три поля, кнопочка. Вот так это будет выглядеть. Заказчик вас устраивает? Да, устраивает. Хорошо. То есть самое главное – получать подтверждение постоянно от заказчика, что действительно это будет именно так. Дальше, как только мы выбрали то самое необходимое, что мы можем делать, мы это упорядочиваем по приоритетам и начинаем, собственно, разработку. Еще одна вещь, которую можно сделать, это если… Мы не всегда делаем, далеко не на всех проектах. Это делается в тех случаях, если пользователи очень чувствительны к количеству страниц, которые им придется пройти. Если заказчик сильно волнуется, захотят ли пользователи пользоваться продуктом, или они там могут уйти после одного-двух кликов, например, было бы неплохо порисовать вот эти вот пути по сайту, понять, насколько много вещей нужно будет проделать пользователю, прежде чем он сможет нажать советную кнопочку «Купить», и чего он может на каждом шаге испугаться, из-за чего он может уйти. То есть это тоже можно почитать про эту технику, я на ней подробно не буду останавливаться. Прототипирование интерфейсов я уже сказала, то есть метод прогрессивного JPEG – это тоже такая штука, которую, по-моему, бюро Артема Горбунова продвигает. То есть не нужно с самого начала делать детальный-детальный-детальный графический дизайн. Мы его вообще делаем после MVP, как правило. MVP делается чаще всего на бутстрапе, или там даже если делается графический дизайн, то он такой не очень большой по объему проработки, и даже наши дизайнеры уже научились тоже не прорисовывать макеты целиком в самом начале. То есть сначала делаются эскизы, когда мы эскизы с заказчиком утвердили, вплоть до того, что мы делаем эскизы, берем лист формата А3, берем цветные стикеры, рисуем интерфейс на этих стикерах, налепляем прямо кнопочки с крестиками, со всякими штучками, и заказчик в эти бумажки с нами играет. То есть он проверяет, что да, действительно все на месте, мы ему показываем, вот здесь вот всплывающее окно, кладем прямо сверху листочек, на котором нарисовано всплывающее окно, и так далее. Когда в первом приближении интерфейс принят, дальше уже можно делать прототип. Чем раньше мы обнаружим проблему, тем лучше. То есть, например, мы можем выкатить форму на 25 полей, заказчик скажет, да вы что, это же никто не будет заполнять. Ага, давайте думать, может быть мы визор здесь сделаем. Если бы мы ее запрограммировали, переделать форму на 25 полей в визор, то уже достаточно сложно. На бумаге выбросили, нарисовали по новой. Поэтому чем раньше мы выясним вот такие вещи, которые могут отпугнуть людей, тем лучше. Ну, соответственно, что мы делаем? Все приоритизируем, не делаем лишнего. То есть стандартные принципы кис и ягни, они здесь работают точно так же. То есть здесь этот принцип относится не только к тому, что не надо перезакладываться в коде на будущее, но и не нужно перезакладываться в фичах на будущее на самом деле. Потому что все может измениться в любой момент и не стоит делать чего-то такого прямо наперед. Про архитектуру скажу чуть позже. Естественно, здесь сразу возникает вопрос, а боже мой, если мы сейчас понавтыкаем костылей, как же мы потом с этим будем жить? Это тема последних двух слайдов. Как же все-таки уложиться в сроки? Дальше нам нужно выявить зависимости между задачами, то есть понять, от каких задач что зависит, какие задачи зависят от каких, что зачем можно делать, выстроить эти зависимости. И дальше вступает теория ограничений Голдротта. Тоже очень полезная штука. Метод критической цепи вообще классная вещь. Пару раз нам удалось прямо вот с ее помощью, даже с не очень лояльным заказчиком, уложиться прямо вот день в день, когда мы построили полностью всю эту диаграмму. Конечно, она занимает какое-то время, там примерно день ее надо будет рисовать, но это зато тоже проясняет ситуацию для всех участников процесса. В частности, одна из типичных проблем заказной разработки связана с тем, что заказчик срывает сроки внезапно. То есть вы от него чего-то ждете, он вам обещал чего-нибудь прислать, он не присылает то, что вы от него ждете. И в итоге вы начинаете ехать по срокам, но виноваты, конечно, вы, а не заказчик. То есть он не чувствует своей ответственности за то, что сроки летят. Если же мы рисуем ему критическую цепь, мы показываем, в какой момент нам нужно вот этот результат от него получить, какие у нас есть запасы по времени, какой крайний срок, когда он должен начинать. Всем участникам процесса это хорошо видно. И у нас была ситуация, когда заказчик попытался на нас свалить, его натыкали носом в критическую цепь, то он сказал, да-да-да, я понял, я должен был вот такого-то числа вам прислать, я не прислал, ну все, мой косяк, вы не виноваты. То есть это тоже полезная вещь, которая позволяет всем видеть ситуацию, как она есть. Ну и, соответственно, мы всегда готовы к изменениям. То есть если в скрам у нас все кладется в бэклог, и непонятно, когда оно будет сделано, то здесь мы можем прямо сейчас отложить одну идею, начать заниматься другой, если он так этого хочет. У нас есть список этих приоритетов, мы можем вставить практически в любое место новую фичу. Поскольку они достаточно короткие, за счет того, что мы делаем минимальные реализации и инкрементально добавляем только, когда сделаны все остальные фичи в минимальных реализациях, мы можем подвинуться. То есть у нас нет очень длинных фич, которые могут делаться месяцами. Соответственно, сейчас у нас часто получается консалтинг вместо аутсорсинга. То есть приходит заказчик, и мы с ним сначала начинаем обсуждать его бизнес и как он собирается его продавать. Только потом, возможно, переходим к разработке. Приходится иногда отказывать заказчикам, просто им говорим, нет, ваш проект по таким-то, таким-то причинам не получится, потому что у вас вот здесь не продумано, вот тут вы не понимаете, как вы будете продавать, как вы будете продвигать. Давайте вы ответите на эти вопросы, и тогда возвращайтесь. Иногда они возвращаются, иногда нет, но пару раз мне говорили спасибо за то, что позволило сэкономить деньги, потому что люди действительно, любая произвольная веб-студия там на вскидку проект возьмет. Я отказываюсь, я говорю нет, вы скорее всего потратите деньги зря по таким-то, таким-то причинам. Могу показать на завалившихся конкурентов, например, и человек часто действительно как следует погуглив, понимает, что не стоило этого делать. Хотя, конечно, бывают ситуации, когда человек упрямится, делает, иногда получается, иногда нет. Это уже, конечно, дело его, то есть я ему рассказываю, какие есть риски, какие проблемы, он дальше либо принимает решение ввязываться в это, либо нет. Также здесь ситуация такая, что ни один прекрасный процесс не поможет, если люди начинают разглядянничать, если команда не берет ответственность за результат на себя. То есть надо все-таки с заказчиком сотрудничать, я сторонник этого подхода, я не считаю, что заказчики наши враги, то есть мы с ними не воюем, мы с ними вместе двигаемся к результату. Но мы же все-таки программисты, поэтому нам хочется какую-то волшебную штуку, которая бы нам таки помогла. А можно ли как-нибудь вот эту проблему все-таки решить, чтобы у нас была гибкость по отношению к изменениям требований, чтобы мы могли оценивать сроки, что-то мы можем все-таки сделать или нет. А можем ли мы еще при этом сделать так, чтобы у нас была не костыльная архитектура, которая бы позволила сразу же заложить грамотно все в наше приложение, чтобы не было через полгода всяких криков на тему того, о боже мой, мы не можем это впилить, нам надо два месяца на рефакторинг. Наверняка такое звучит достаточно часто в командах разработки, то есть я это слышала много раз. И соответственно хочется, чтобы этого не было. Так вот, мы сейчас подобным инструментом занимаемся вместе с коллегами из компании еще E-Tech. У них этот инструмент был уже опробован на практике. Они делали его на .NET в 2013 году. Он работал вполне себе. И сейчас мы делаем новую версию на Java, которая улучшает предыдущую. И кратко если, то суть заключается в том, что у нас в архитектуру заложена возможность собирать проекты с простых независимых компонентов. Вот здесь ключевое, что они простые и независимые. Действительно независимые и действительно простые. Когда часто во фреймворках это обещается, это далеко не всегда так. То есть там достаточно жесткие зависимости бывают между частями. У нас они действительно независимы совершенно, то есть они друг от друга ничего не знают. Мы можем собирать их в цепочке, при этом цепочки формируются не в коде. Значит, мы можем их гибко переконфигурировать, мы можем без рестарта сервера это менять и так далее. Соответственно, нам достаточно посчитать, сколько компонентов нужно разработать для той или иной фичи, и мы можем оценить сроки. Я уже сказала, что есть внедрение на Дотнете, и плюс мы сейчас с нашими текущими заказчиками уже делаем проекты на этой платформе. Они идут достаточно успешно. Это позволяет в том числе за счет того, что компоненты простые, использовать разработчиков не самой высшей квалификации. То есть для того, чтобы разрабатывать саму платформу, нужны, конечно, крепкие senior developers. Для того, чтобы разрабатывать компоненты, они уже не требуются. То есть можно двумя-тремя синими делать ядро, а много junior могут делать бизнес-приложения. Им для этого достаточно понимать только назначение каждого компонента, и все требования. В 2016 году мы планируем это зарелизить. Пока что у нас это все не в опенсорсе. Мы работаем сейчас с заказчиками, опенсорс выложим тогда, когда сформируется уже достаточно ядро, которое можно выкладывать. Слишком подробно я про это сейчас рассказывать не буду, потому что это немножко за рамками данного вебинара. Но тем не менее, помимо всяких таких инструментов, чисто организационных, чисто менеджерских, мы все-таки делаем инструмент еще и технический, для того, чтобы достигать всех этих целей. Нет, просто верстальщиков не получится, потому что все-таки некоторую часть серверного кода нужно будет писать. То есть там был вопрос, можно просто верстальщика взять, делать компоненты. В идеале, конечно, все мечтают вообще посадить бизнес-аналитика, который будет тыкать мышкой и собирать бизнес-процессы из кружочков и стрелочек. До такого, конечно, еще не дошло. И вряд ли дойдет в ближайшее время. Программисты, я хочу вас обрадовать, все равно будут нужны, но не обязательно 10 лет изучать кучу инструментов всяческих, для того, чтобы на этой платформе разрабатывать. Спрашивается, зачем Java? Java за тем, что ее достаточно легко изучить, и всегда, ну, практически любого студента можно за две недели научить писать на Java. Преимущество в том, что не нужно знать много инструментов для того, чтобы эту платформу использовать. То есть не нужно изучать годами всякие спринги, там, Kafka, Spark, Hadoop и прочее, для того, чтобы ее использовать. То есть там все достаточно просто. Нужно только уметь немножко работать с базой данных, с SQL, причем немножко. Не нужно уметь писать сложные аналитические запросы. И нужно просто знать Java. Здесь ссылки, которые сейчас у вас не откроются, потому что здесь в этой презентации JPEG, но я презентацию выложу, и там эти ссылки будут кликабельны. То есть если хочется понять, как работает метод критической цепи, эта книга Ильяху Голдрата – та самая цель. Очень рекомендую почитать. Она написана как роман, но она очень хороша в плане объяснения того, как выстроить процессы. Также есть книги по импакт-маппингу, по гибким методологиям разработки. И моя статейка на Хабре, на которую ссылку я тоже даю. Она называется «Принцип Ягни» в управлении проектами. Ссылка будет в презентации. Я выложу в свой аккаунт на Слайдшер. Его достаточно несложно найти по имени и фамилии. И там можно это посмотреть. Контакты мои здесь. То есть если хочется найти, я на e-mail отвечаю достаточно активно. То есть если хочется что-то лично спросить, можно писать e-mail. Также я сейчас посмотрю на вкладочку «Вопросы», потому что я так понимаю… Ой-ой-ой-ой-ой. Так, тут вопросов много. Сейчас попробую. Так, какие рекомендации по набору людей в команду? Идеальная команда, по вашему мнению. Вот здесь следует сказать, что мы перестали совершенно набирать людей с рынка. Потому что довольно сложно оценить кандидата на входе и понять, насколько он впишется в коллектив. У меня очень такой чуткий ко всяким лентяям, разгильдяям и прочим странным личностям коллектив. Мы хотим, чтобы с нами работали только там мотивированные классные специалисты. Поэтому мы сейчас пришли к выводу такому, что нужно брать студентов, просто их учить и отсеивать тех, которые не тянут. Поэтому мы уже три года как проводим летнюю стажировку. Она идет два месяца летом, когда студенты в режиме фулл-тайм пишут веб-проекты. То есть они прямо пишут настоящие стартапы от и до. Они на входе ничего не умеют, веб-программирование вообще не знают. И за два месяца у них появляется проект. При этом они работают в разных ролях. Там есть тестировщики, дизайнеры, разработчики как бэк-энд, так и фронт-энд. У них есть менеджер проекта, у них есть заказчик, который действительно работает как заказчик и не лезет в техническую сторону. То есть у них полное погружение в тему. И за два месяца мы можем полностью определить, кто справляется, кто не справляется. Кто подставляет других, а кто берет на себя ответственность и так далее. То есть за два месяца это все видно. Потом еще два месяца мы их берем уже в компанию и доучиваем до уровня junior, уже занимаясь не процессом, а качеством кода больше. То есть технической стороной вопроса. И через четыре месяца мы получаем практически готовых специалистов, которые могут вот… Во-первых, простые веб-приложения они уже могут писать, они знают достаточно много. И если мы говорим о наборе простых компонентов, где архитектура сервера лежит не на их плечах, то они тоже это могут сделать. Так, аутсорсинг в Европе. Про аутсорсинг в Европе я, к сожалению, не очень знаю. Мы в основном работаем в США. Там вообще все, котируются любые направления. То есть у нас есть проекты, связанные как с финансами, так и с медициной, там все что угодно. У нас среди языков там Java, Python, Ruby. Сейчас вот на Node.js тоже начали что-то делать, но не очень много .NET. PHP у нас нету и не будет. Так, как нашли партнера, не совсем понимаю, что имеется в виду. У нас есть, конечно, аккаунт на Upwork. Мы берем оттуда проекты, но чаще всего сейчас к нам обращаются заказчики по рекомендациям. То есть мы не успеваем практически даже сделать из своего сайта нормальный инструмент продаж. То есть если зайти на сайт, то там толком ничего не понятно, потому что у нас руки не доходят сделать сайт. Как только мы соберемся чего-нибудь такого умного на сайт написать, как мы работаем с заказчиком, как приходит очередной заказчик, начинается очередной проект, и все, опять времени ни у кого нет. Поэтому у нас сайт, к сожалению, инструментом продаж не работает, но я считаю, что продажа по рекомендациям – это один из лучших вариантов. То есть вас рекомендуют, это лучшее, что может быть. Так, предположим, вы работаете с американским заказчиком, он хочет организовать с вами совещание в 18.30. Значит, у нас был такой проект, и мы от него отказались, потому что у меня команда взвыла от того, что митинги каждый день в 19.00. Митинговали из офиса, митинговали из дома, пытались уговорить заказчика выходить на митинг пораньше. С некоторыми заказчиками нам удавалось переносить встречи на их вечер. То есть когда у нас утро, скажем, 9 или 10 утра, и у многих команд это работало. То есть заказчики часто идут навстречу, ему проще одному в 10 вечера с нами созвониться, а вся наша команда, например, на работе в это время у нас 9 или 10 утра. То есть это достаточно удобно, и я стараюсь людей без нужды не дергать. Я знаю, есть компании, где митингуют с заказчиком и в 9 вечера, и в 10 вечера. То есть мы находимся в таком часовом поясе, когда у нас разница с Америкой 12 часов, и это доставляет определенные проблемы. В общем, мы стараемся этого избегать, стараемся делать более прозрачный процесс через всякие таск-трекеры, там, джиры, редмайны, там еще что-то. Если проводить раз в неделю демо, то, в принципе, этого хватает. Так, можно ли сказать заказчику, что сроки от такого-то минимум до такого-то, помноженные на пи, от него самого зависит, как быстро будет выполнен проект? Нет, сказать заказчику можно все, что угодно, но чаще всего он говорит, а можно точно? Особенно этим грешат, конечно, российские заказчики. Они прям хотят вот с точностью до дня, и не дай бог, если вдруг там сразу же в контракте прописываются всякие неустойки, то есть американцы, они этого не делают, они достаточно неплохо понимают, что такое стартап. Наши хотят прям вот неустойка там 0,3%, еще там что-то в день от просрочки и так далее. То есть приходится, конечно, им это все объяснять. Так, с точки зрения подрядчика, какая методология удобнее и наименее затратная? Гибкие методологии Scrum Agile или водопадная? Ну, конечно, гибкие. То есть с водопадной, если мы говорим о стартапах, там вообще практически нереально работать по водопаду, потому что водопад предполагает, что вы выпишите все требования в самом начале, а это сделать практически нереально. Все требования можно выписать в одном случае. Если у вас есть какая-то отрасль, где все стандартизировано просто в усмерти, вы просто берете стандарты и оттуда переписываете. Вот если так можно сделать, и все, чего нет в стандарте, этого просто нет и в продукте быть не может. В такой ситуации, да, можно сесть и писать все-все-все-все-все-все и сделать по водопаду. Но для нас это большая редкость, мы с такими заказчиками не работаем. Дело в том, что такие заказчики крупные, они, как правило, выбирают компании очень крупные, то есть им нужен масштаб ИПАМа или Люксофта. Соответственно, они друг друга находят, то есть и у тех, и у тех внутри жестко прописанные процессы, и им вместе хорошо. У нас компания небольшая, и заказчики нам такие же подходят, у которых тоже гибкое мышление, они достаточно легко меняются и так далее. Если делается большой проект, а все разработчики фрилансеры, при этом стоит условие, что общаться друг с другом они не должны, то есть нет некой команды. Как в этом случае вести проекты, как продумать архитектуру для этого? К сожалению, здесь я не могу дать никакого совета, я просто сразу отказываюсь от таких проектов. Только команда, только в одном офисе. То есть у нас вот такой принцип. То есть я не работаю с удаленщиками принципиально, мне часто предлагают ребята из других городов поработать с нами, я, как правило, отказываюсь. Бывает, конечно, ситуация, что заказчик настаивает на том, что у него есть какие-то еще ребята. Как правило, это очень тяжело. То есть вот с такими проектами очень сложно, очень сложно понять, на ком лежит ответственность. То есть менеджеру проектов, особенно если он сам удаленщик, тоже достаточно сложно работать. То есть пока я стараюсь отказываться. Возможно, мы потом научимся как-то так работать, но пока я не могу каких-то конкретных рекомендаций дать, мне проще, естественно, работать со своими. Так, если заказчик говорит, ты лучше оформи ТЗ, ну вот нет. Так, дикая проблема с формулировкой описаний. Кто у вас это пишет? Ну, пока что в основном я этим занимаюсь, и команда в этом участвует. То есть стажеров мы учим на стажировке это делать. Ну вот по поводу юзер-стори и кейсов, у нас вот на конференции HappyDef, которую мы проводим в начале декабря, как раз специально докладчик будет на эту тему рассказывать, как это все писать. Так, какой минимальный размер команды? От двух человек, то есть все равно как минимум две роли есть. То есть хотя бы разработчик и тестировщик у вас есть, может быть еще и дизайнер. Разработчиков может быть двое. Если у вас не фулл стек, то фронт-энд, бэк-энд. Ну, то есть тестировщик, фронт-энд, бэк-энд, дизайнер. Можно без дизайнера, зависит от ситуации. Если на Bootstrap, то можно без дизайнера. Так, как повысить ответственность? Да никак. Если у человека нет ответственности, то она и не повысится. То есть мы просто можем... Да, да, да. Я слышу, что надо заканчивать. Я вас немножко перебью, да. Но мы, к сожалению, очень сильно ограничены по времени. Ну, я вижу, что еще пять минут, нет? Да, давайте еще. А я могу в чате, да, отвечать? Или пять минут могу? Нет, в принципе, можно. Давайте я быстренько. У меня тут вопросов не так много, я сейчас быстренько. Хорошо. Да, отвечаю. Так, ну, то есть, если у вас человек уже попался такой, у которого уровень ответственности невысокий, повысить нереально. То есть мы стараемся с такими людьми дальше не работать. То есть это видно достаточно быстро на этапе стажировки. Брать сотрудника, а потом увольнять после испытательного срока, это очень дорого и очень болезненно и для него, и для нас. Поэтому мы пришли к выводу, что так делать не нужно. Проще работать все-таки со стажерами. Так, таким джурниором реально найти работу? Да, реально, потому что у нас очень много в городе аутсорсинговых компаний, и, в принципе, они все работают по близким процессам. Не сказать, что прям по совсем одинаковым, но мы, естественно, стараемся, когда учим работать вот по этому процессу, мы все равно рассказываем, а как еще бывает. Поэтому они в целом готовы к любой ситуации. Так, руководителей проектов у нас на данный момент практически нет. Я одна сейчас этим всем занимаюсь, но если у вас… Сейчас у нас в компании около 40 человек. Ни одного менеджера проектов нет. Это достигается, собственно, тем, что повышенная ответственность, все проходят через эти стажировки. То есть есть им лиды, но они, как правило, тоже пишут код. Но это тема отдельная. Так, опыт работы у синеров. Есть от 10 лет, есть от 5 лет. Они очень разные у нас. В принципе, лет 5, опять же, зависит от… То есть нельзя сказать, что если ты проработал 5 лет, ты гарантированно синер. Конечно, нет. То есть нужно знать определенные вещи. В качестве студента это нужно прямо вот находиться физически в городе Омске и записаться на стажировку и попасть. То есть больше никак. Удаленно мы, опять же, не работаем со стажерами. То есть здесь весь смысл, что они полностью в режиме офиса находятся 2 месяца. Работают 40 часов в неделю. Так, с чего начинать, чтобы стать программистом? Ну, я бы порекомендовала закончить, прежде всего, профильный факультет. Какой-нибудь математический и так далее. Нет, с удаленщиками не работаю. Как попасть? Надо находиться в Омске и быть студентом. Так. Возможно ли международная стажировка? Да, возможно, конечно, есть всяческие там в Иннополисе и так далее. Так. Сознанием C++ нет сейчас не нужны. Так. Про ПХП можно я не буду отвечать. В каких городах? Только в Омске. Так. Как начали использовать? Ну, мы долго работали с американцами. Мы с нашими начали работать буквально года 2 как. Приехать можно, но это надо все лето здесь находиться, если про стажировку и ждет. Так. Ну, в принципе, я почти на все ответила. Вот. Про стажеров уже более-менее ответила. Стажеры старше 30 лет. Интересный вопрос. Они бывают, но, как правило, ни один из них стажировку не заканчивает. Они все сливаются посередине, потому что у них там семья, дети, работа, там еще что-то, и они понимают, что в таком режиме не готовы. Но все реально. Всем спасибо. Я надеюсь, вам было полезно. Если что, пишите.